Раскаленный на солнце спускаемый аппарат качается на воде. Внутри космический экипаж. Их здесь не ждали. Нерасчетная точка посадки. Пока не найдут спасателей, надо выжить. Легенда учений не выдумывается на пустом месте. Вообще, сценарий всех выживаний основан либо на реальных событиях, которые были в отечественной космонавтике, либо на тех нештатных ситуациях, которые могли произойти. Баллистики четко рассчитывают место приземления спускаемого аппарата. Но если нештатная ситуация происходит на станции, на орбите или же при выведении космического корабля или при спуске, то космонавтов может встретить не только Земля, но и вода. Готовятся к нештатным ситуациям на Земле. Даже если экипаж опытный и летал в космос, перед каждым полетом космонавты вновь идут на тренировки. Навыки необходимо оттачивать из года в год. Скажем, это разгерметизация, либо пожар в корабле, либо это на участке выведения, когда ракета стартует, несрабатывание третьей ступени, тогда мы куда-то в Охотское море, там, в Японское, валимся. И вот ради этого тренировки. Для этого тренировки нужно назначить, чтобы в любых климатогеографических зонах, куда мы попадем, суметь выжить теми средствами, которые имеются в корабле. Желательно Боро-Боро. Там мы выжили. Или на Канарские острова. Юрий Ланчаков, Михаил Корниенко и Скотт Келли – экипаж, который совсем скоро отправится на орбиту. Причем для Скотта и для Михаила это подготовка к совместному годовому полету. Экипаж – один из самых опытных. Не один раз выживали и в пустыне, и в лесу, и на море, в реальной качке. Сегодня словно экзамен на слаженность. Время пошло. И если сейчас это сдача норматива, в реальной аварийной ситуации каждая секунда – секунда жизни. Если аппарат набирает воду или начинает гореть, надо мгновенно его покинуть в скафандрах. Вода заливает скафандр. За считанные секунды он намокает и тянет на дно. Держаться на поверхности сложно. Да и грести в скафандре к месту эвакуации тяжело. Сложно будет всем, потому что это тяжелая тренировка. Сложно будет всем. Ну, пожалуйста, раз просим. Поздравляю. Спасибо. Олегу Кононенко нынешние тренировки – как своеобразный подарок. В день рождения. Но выбора нет. Мечтаешь о полете, забудь о праздниках и выходных. Для этого экипажа уже новая легенда и более сложная водная. Зато я помню, что было в прошлом году. И в этом запомню, видите. Был бы рядовым днем, я бы и не помнил, что делалось. В прошлом году Олег Кононенко в свой 48-й день рождения работал на орбите. Вскоре снова путевка в космос. Причем в этом же составе. С американцем Челом Лингротом и японским астронавтом Кими Юи. Это первая совместная тренировка будущего экипажа «Союз ТМА-17М». Внутри аппарата температура растет с каждой минутой. В замкнутом пространстве троим тесно. Дышать трудно. Кислорода все меньше. Сейчас на тренировке внутри спускаемого аппарата космонавты снимают скафандр «Сокол» и надевают гидрокостюм «Форель». И вот эту всю груду одежды они должны надеть под гидрокостюм. Я это сейчас пытаюсь сделать на берегу, не в спускаемом аппарате. И попробую испытать все то, что испытывают в ограниченном объеме космонавты. Полетный костюм, шестяной свитер, термозащитные одежды и комбинезон – все это надевают внутри аппарата. Кульс и температура тела резко повышаются. Может закружиться голова. Непромокаемый гидрокомбинезон «Форель» блокирует теплообмен. Космонавты будто в термосе. Однако такое количество одежды пригодится, если поиски космонавтов затянутся. Отдели нижнюю часть полетных комбинезонов. Продолжаем. Все в порядке. Самочувствие хорошее. Как же они это делают втроем в таком тесном месте? Не-не, у меня не получится даже пить. О, есть. Собственно, вот я готова к покиданию спускаемого аппарата. На понтоне стою. Сейчас должна грамотно отделиться на воду. Сначала выбрасываю носимый аварийный запас. Так. Не сгибая ноги. Это имитация обреза спускаемого аппарата. Ну и привет. Надеюсь, не утону. Вот в таком вот состоянии космонавты могут находиться на воде до трех суток. Ну, если вода, конечно, будет холодной и большое колебание волны, то до 12 часов. Но их успеют спасти. Я лежу реально комфортно. Правда, космонавтам надо работать. Они грибут, плывут. Ну и, собственно, еще используют носимый аварийный запас. Здесь еда, вода. Продержаться на воде космонавты могут несколько дней. Вот так, дрейфуя, они продолжают выполнять послеполетную циклограмму выживания. Сигнал бедствия. Сначала зеркалом послать луч, потом ввести в действие сигнальную ракету, чтобы увидели спасатели. Но главное держаться вместе, а когда найдут, грести к спасателям, доказывая, ну, все в порядке, выжили. Вообще, такая дисциплина у нас, когда мы хотим, чтобы она абсолютно точно выполняли все элементы, связанные с нештатной ситуацией при покидании, неважно, это в пустыне, на море и так дальше. Но чтобы эта наука не пригодилась в реальном космическом полете. Мы всем желаем, искренне желаем, чтобы этого не было. Это единственный случай, наверное, из всех практики, всех высших учебных заведений, когда мы желаем, чтобы практически не пригодилось использовать те знания, умения и навыки, которые прибыли в процессе тренировки. Подобные тренировки эффективнее всяких диет. После них космонавты и астронавты теряют до 5 килограммов веса. Но это необходимо. В преодолении трудностей рождается новая общность людей разных возрастов и национальностей. Экипаж космического корабля. И уже, отправляясь на орбиту, они знают, никакая стихия им не страшна. Взаимовыручка, взаимопомощь, чувство локтя. И в прямом и переносном смысле. Да, Лена? Да, все было сделано слаженно, грамотно. Отличный командир, отличная команда.